Редактор субтитров А.Семкин В Черезногорске Красноярского края состоялся технический тур, посвященный этому событию. Безусловно, знаковым событием является, что в текущем году мы завершаем работу по выводу из эксплуатации двух уран-графитовых реакторов. В целом, в Российской Федерации это третий проект, реализованный на наших площадках в мире, таких работ не проводилось ни разу, и поэтому по данному направлению мы являемся лидерами, разработчиками, есть чем точно городиться. Раскручивали обороты и, наконец, подошли к выводу первых объектов в рамках второй Федерации целевой программы АД-1 реакторов с опережением от графика, что очень похвально, поскольку это приводит нам возможности ускорения работ по выводу из эксплуатации других объектов. Впереди не менее важная работа по выводу бассейнах хранения радиоактивных входов, а очень важная работа по выводу радиохимического производства, поскольку это дает возможности на этих площадях развивать новые направления нашей деятельности, есть такие задумки. Поэтому для нас эта программа очень важна. сроки, деньги, исполнение сроков и денег – это очень важно, в первую очередь, с точки зрения своевременности и взятых на себя обязательств. Впечатляющие габариты. Когда все это заставлено оборудованием и еще люди, то как-то не впечатляет объем. А сейчас я просто поражаю, какие выработки, какие эти самые пространства, ну, мне кажется, что в правильном направлении идет работа. Потрясают темпы, потрясают те темпы, с которыми ГФК реализует эти масштабные мероприятия. То есть я считаю, что за 4 года два аппарата – это прям сверх скорости. И мы, конечно же, очень внимательно следим за реализацией циферальной программы. Мы только хотим жить все горожане и работники КМИНТа, в частности, в чистом, зеленом, благополучном городе. Наша практика российская по использованию глинистых материалов, которые являются природным материалом, конечно, уникальная. И этот материал гораздо более долгоживущий и обеспечивает необходимые требования безопасности по сохранению этих объектов. Это очень хороший опыт для нашей страны, для работы с такими сложными объектами, которые в свое время решили задачи обороны. Сейчас мы должны обеспечить уже экологические все задачи, чтобы нашим будущим поколениям осталось не сложный объект, а уже то, чем можно управлять, наблюдать. Участники технического тура посетили площадки проведения работ, а также в рамках круглого стола заслушали доклады по теме обращения с объектами ядерного наследия на горно-химическом комбинате и обсудили интересующие их вопросы. Горно-химический комбинат – крупнейшее предприятие Росатома и уникальное производство, находящееся буквально в горе и не имеющее аналогов во всем мире. Строительство комбината в 50-х годах прошлого века имело целью не только увеличение объемов выпуска плутония в СССР, но и создание производства, надежно защищенного от возможных ядерных ударов с воздуха. В настоящее время комбинат является градообразующим предприятием города Железногорска Красноярского края и обеспечивает рабочими местами более 4 тысяч человек. На ГХК находятся три промышленных уран-графитовых реактора. Выводимые в этом году из эксплуатации Пугар-АД и АД-1 – это одноцелевые проточные реакторы, которые предназначались для наработки оружейного плутония. Реактор АД-2 двухцелевой, энергетический. Помимо наработки плутония, у него была еще одна гражданская функция – обеспечивать теплом и электроэнергией город Железногорск. То есть это была единственная в мире подземная атомная станция. Сейчас реактор АД-2 эксплуатируется в режиме окончательного останова. После останова всех трех Пугар из активной зоны реакторов было выгружено и переработано все ядерное топливо. Таким образом, объекты были приведены в ядерно-безопасное состояние. Вывод из эксплуатации Пугар – одно из ключевых событий реализации программы и масштабный проект, требующий высокой концентрации знаний и опыта. Применяемая технология вывода из эксплуатации путем захоронения на месте была запатентована специалистами ГХК в 2010 году, за что комбинат получил множество наград как на международных, так и на всероссийских конкурсах и выставках. Эта технология предполагает создание необходимой инфраструктуры и поэтапное заполнение барьерным материалом как пространства и схем самого реактора, так и прилегающих вне реакторных помещений. Локализация радиоактивно загрязненных элементов оборудования, систем и конструкции реактора обеспечивает радиационную безопасность персонала, населения и окружающей среды в течение всего срока потенциальной опасности объекта. Прогнозируемая доза облучения населения, которая может потенциально через сотни лет поселиться и проживать в основании склона горы и заниматься сельскохозяйственной деятельностью, не превысит одну сотню миллизиверт в год, что на порядок ниже установлено в настоящий момент пределы безопасности. Подготовка к выводу из эксплуатации этих пугар была начата еще в рамках первой федеральной целевой программы. Практические работы стартовали в 2015 году с бетонирования низа реактора и заполнения при реакторных помещениях Пугар-АД, а в 2020 году по той же схеме начали бетонирование реактора АД-1. Суммарный объем бетона, подаваемого на один реактор, составил 8,7 тысяч кубических метров, а глины – более 37 тысяч кубических метров. Контроль качества заполнения пространства реактора барьерным материалом обеспечивался на каждом этапе несколькими способами. В ходе подготовки и реализации работ по заполнению барьерными материалами реакторов АД и АД-1 было оформлено 4 патента, авторами которых являются работники горно-химического комбината. Помимо вывода из эксплуатации Пугар, горно-химический комбинат занимается безопасным транспортированием и хранением отработавшего ядерного топлива реакторов ВВР-1000 и РБМК-1000. Для этого на предприятии построены и введены в эксплуатацию ряд крупных объектов федерального значения. Так, в 1985 году введено в эксплуатацию мокрое водоохлаждаемое хранилище, предназначенное для технологической выдержки под водой отработавшего ядерного топлива реакторов ВВР-1000 перед будущей радиохимической переработкой. В 2015 году в рамках реализации ФЦП ЕРБ-1 в полном объеме было завершено строительство комплекса сухих воздухоохлаждаемых хранилищ для АЯД РБМК-1000 и ВВР-1000. Созданная на ГХК инфраструктура решила проблему переполнения пристанционных хранилищ АЯД реакторов РБМК-1000, что позволило исключить угрозу внеплановой остановки порядка 50% электрической мощности АЭС России Ленинградской, Курской и Смоленской. С 2011 года топливо, накопленное в таких хранилищах, вывозится на централизованное сухое хранение или переработку. К концу ФЦП ЕРБ-2 запланировано к размещению на безопасное долговременное хранение около 80% от всего накопленного в России отработавшего ядерного топлива типа РБМК. Что касается ВВР-1000, то в 2016 году состоялась первая перегрузка АЯД данного типа реактора из мокрого в сухое хранилище. Сегодня эта работа продолжается уже в промышленных масштабах. После ввода в эксплуатацию второго пускового комплекса опытно-демонстрационного центра на ГХК основной задачей станет испытание базовой технологической схемы переработки АЯД и затем промышленная переработка отработавших тепловыделяющих сборок энергетических реакторов. Перед специалистами комбината стоит амбициозная цель – демонстрация экологически безопасных и в то же время экономически эффективных технологических процессов переработки АЯД, исключающих сброс жидких радиоактивных отходов в окружающую среду. Завершение строительства опытно-демонстрационного центра в рамках ФЦП ЯРБ-2 станет большим шагом в развитии замкнутого ядерного топливного цикла – одной из главных концепций зеленой энергетики будущего. Программа технического тура позволила не только обсудить множество действительно интересных и важных вопросов, касающихся реализуемых проектов, но и осуществить обмен опытом между экспертами и специалистами отрасли, повысить открытость реализации мероприятий программы за счет конструктивного диалога с представителями общественности и СМИ. Состоявшийся визит экспертов и журналистов в Железногорск лишь еще раз подчеркнул неповторимость горно-химического комбината, который каждый день на протяжении уже более 70 лет решает государственные задачи обороны, энергетики и экологии. Невозможно не отметить огромный труд, высокий профессионализм и искреннюю самоотдачу каждого работника предприятия, который вносит свой вклад в чистое и технологичное будущее города, региона и целой страны. Субтитры создавал DimaTorzok